ну вроде как как будто мы защищаем наш сайт по сути с точки зрения seo но на самом деле это работает не на сто процентов я считаю на 2018 год и не уверен на сто процентов в полезности вот выставление да или нет вот это вот опции сразу вам говорю использовать видео стоит нет мы ставим да потому что мы с вами добавляли видео с youtube обязательно я считаю нужно добавлять и во первых мы не видели я не видел видео чтобы это был на сайте и посмотрим как это на фронтальной части сайта давайте сохранимся именно при добавлении объявления сейчас смотрим что мы видим обновляем страницу ниже у нас это подставляется сайт здесь поле сайта можно выбрать да и видео с youtube а то есть добавить ссылку ссылка на youtube или время то есть мы сейчас пока разбираемся с полями потом попробуем какое-то объявление добавить именно с фронта как гость посмотрим как она публикуется где публикуются и если вы хотите как администратор получать уведомление на почту то тоже об этом поговорим что для этого нужно сделать но чтобы вы всегда знали что у вас кто-то добавил объявление потому что здесь может быть и спам и что угодно здесь тоже можно сделать лимит по добавлению объявлений одним человеком так что за этим надо следить как бы вам тут не заспамили весь сайт какими-то грязными объявлениями и так поля сайта добавили на фронтальную часть сайта человек теперь сможет указывать ну или вы можете их отключить на ваше усмотрение и здесь еще есть такое важное поле которое надо отметить мл для гостей стоит нет можно вы да или да обязательно для гостей давайте посмотрим сохранимся выбрал да обязательно обновляемся то мл видите помечается звездочкой чтобы человек обязательно указал свой электронный ящик ну тут на ваше усмотрение ставить или нет теперь давай еще раз посмотрим объявление добавленное где теперь включенная ссылка то есть в контактах ссылка будет вот здесь видно в этом блоке дальше видео на самом деле у нас пока выглядит вот так то есть она добавляется в самом низу то есть если видео добавлено то есть в развернутом объявлении она видно здесь еще по настройкам ниже где мы с вами настраивали еще ниже настройки цен где мы выставляли сами рубли здесь бы я выставил еще разделитель тысячных стоит ничего на ваше усмотрение но я бы выбрал пробел и еще бы я хотел сейчас вам рассказать о типах это интересная тема и бесплатных объявлениях пометка то есть некими лейблами во первых надо их отредактировать и вывести на страницу добавления объявления да человек то есть может пометить таким лейблами те или иные объявления как попасть сюда то есть вы находитесь компоненты диджей класса fields и здесь вот типа слева в колонке и давайте посмотрим вот free это бесплатное например то есть бесплатное что-то вы отдаете даром и давайте все отредактируем то есть начиная например снизу то есть вот здесь вот создать мы можем и новые и отредактировать эти давай сначала их отредактируем и кстати задать им цвета и так далее заходим внутрь в каждый то есть имя вы можете просто перевести что это значит например это будет срочно например человек помечает объявление до срочно нужно продать срочно опубликовано дальше вкладке имеется цена то есть эта цена если человек хочет пометить это объявление вот этим лейблом срочно сколько стоит такой лейбл соответственно цену выставляем здесь и если это бесплатно а лучше пока делать все бесплатно то 0 и также баллы это внутренняя валюта нашего сайта тоже 0 и цены для групп то есть для можно сделать так и где-то это написать например создать страницу с правилами сайта и расписать там такой пункт например это будет найти как некая мотивация человека зарегистрироваться на сайте таким образом у вас будет собираться база пользователь на сайте которым в дальнейшем вы потом сможете делать какие-то рассылки то есть это уже ваша аудитория это кстати нужно вам обязательно взять на заметку то есть смотрите для зарегистрированных пользователей все эти лейбл бесплатные и это обязательно надо где-то расписать на сайте в правилах ваших пользователь не зарегистрированы он может объявлений добавлять все бесплатно но если он хочет поместить лейблами то например вы здесь выбираете для паблиш точнее и паблиш можете или просто вот гость вот гость если выделяем здесь цена выставляется просто рублей например и цена в баллах если у вас система баллов вы включаете на сайте я покажу как это сделать следующих уроках то можно выставить цену в баллах ну тоже можно здесь надо здесь подумать посидеть если у вас есть стратегия например чтоб человек покупал именно пакеты баллов тогда надо сделать чтобы баллы баллами было купить дешевле то есть человека мотивировать купить пакет баллов то есть вам будет выгоднее чтобы купил пакет баллов но ему будет выгоднее человеку купить именно баллы потом тратить баллами да также будем разбирать то есть есть возможность поставить цену в деньгами ну как бы деньгами же реальными и цену виртуальной так сказать валюты в баллах и соответственно для гостей для других групп пользователей например все бесплатно пока мы тогда не рассматриваем это оставляем пока ноль дальше есть вкладка подпись кнопки вот она у нас срочно вот так это будет выглядеть и ниже смотрите цвет текста то есть вот это срочно текст он белый цвет меняется вот здесь любой цвет фон также можете поменять из палитры цвет обводки также белый размер обводки в пикселях давайте сделаем 3 пикселя пожирнее так ну и стиль здесь показан бордер радиус то есть округленные углы 2 пикселя это уже для тех кто немножко разбирается в ксс коде паддинг это внутренний отступ по 2 пикселя то есть с одной стороны другой так а тут дальше у нас идет да вот 4 2 и марджин еще есть 3 5 но пока оставляем как есть нажимаем сохранить давайте их отредактируем все а потом посмотрим вот у нас он здесь вот вы видите срочно да и теперь free free это например бесплатно соответственно цену пока не ставим здесь бесплатно цвета поменяйте если хотите сохранить закрыть и ставлю на паузу видео сейчас переименую на русский язык еще два и продолжим с вами общение итак я переименовал вот вы видите а лейбл такие у нас есть на продажу обмен бесплатно срочно и вы еще можете добавить такие лейбл и как вы хотите теперь нам нужно разобраться как это вывести на сайт во первых мы сейчас зайдем с вами джекласса fields объявление посмотрим с админки например я зайду свое объявление в админке это у нас на вкладке новое тип вот этот тип на продажу обмен срочно давайте выберем срочно сохранимся и посмотрим как это выглядит на самом сайте вот это объявление обновляем страницу и мы на сайте ничего сами не видим потому что скорее всего у нас с вами типы отключены переходя в настройки также где мы с вами были специальные настройки объявлений здесь вот есть использовать типы стоит нет как я и говорил типы обязательны то есть выберите данную опцию если типы нужно указать обязательно то есть человек чтобы обязательно что-то выбрал дальше метод отображения типов список радиокнопка у нас изначально вот список выбора радиокнопка такая точка но сейчас посмотрим давайте сделаем использовать типы тип обязательно нет не будем делать обязательно и пока сделаем типы отображать список выбора нажмем сохранить то есть мы с вами при редактировании объявлений из админки тип можем выбрать но на сайте он не показывается пока мы в настройках это не включим обновляемся и у нас вот здесь вот вы видите появляется лейбл вот этот но типы здесь они называются я их называю лейблами срочно то есть все видно нормально соответственно здесь мы его не видим нам бы здесь тоже это надо вывести вот эти типы да именно на странице где у нас миниатюра это возможно у нас находится а в модуле ну давайте сначала мы с вами посмотрим на на сайте при добавлении объявлений вот у нас здесь есть тип то есть вот когда мы создаем новое объявление мы можем выбрать там на продажу обмен то есть вот сейчас не спадающий список просто я вам хочу показать как это настраивается соответственно в настройках специальные настройки да где мы с вами только что были метод отображения типов радио кнопка выбираем сохраняемся посмотрим на сайте то есть этот вариант на н будет даже лучше то есть изначально чтобы человек сразу видел как это выглядит да то есть мы эти типы сразу все видим или ничего по умолчанию или человек может сразу быть срочно бесплатно обмен на продажу и мне удалось вывести тип смотрите прямо сюда в объявлении вот вы видите срочно стоит у нас именно в миниатюру да то есть у нас и здесь есть срочно лейбл и здесь вводится как я это добился я перешел в модуль который мы сами настраивали я напоминаю это находится у нас расширение модули здесь модуль объявления которому с вами ранее добавили и здесь вот у нас есть в настройках показывать типы но подпись я не увидел у нас вот ставил нет изначально а кнопка выбрал нажал сохранить и тип стал здесь отображаться у нас также вы можете здесь модуль увидеть поле тип и чтобы не запутаться зачем оно нужно эта сортировка то есть показывать объявление только с типами которые указаны в этом поле то есть если вы кликаете в это поле у вас здесь выпадет список всех типов которые вы создали или отредактировали то есть у нас сейчас создан только тип срочно то есть я могу вот так вот добавить всех или несколько или по крестику удалить то есть вот срочно нажимаю сохранить иду на сайт обновляюсь и показывается одно объявление видите другие исчезают то есть это сортировка по типам то есть отображать объявление только с типами срочно то есть это может быть где-то на другой странице можно вывести там ну в общем как-то можно использовать поле оставляем пустым сохраняемся для того чтобы у нас объявление отображались все и давайте уже посмотрим как добавить объявление гостю незарегистрированным пользователю на вашем сайте объявление на вашем сайте я клику добавить объявлением например заголовок я продаю щенков мопс пишу мопс щенки москва например дальше категория животные у меня это домашние домашние животные цена 35 тысяч рублей добавляем описание дальше изображение либо добавить файл либо перетащить с компьютера здесь прямо написано перетащите файл сюда перетаскиваем изображение кстати здесь можно выставить максимальный размер изображения чтобы выводилась информация лимит изображений 5 это в настройках я покажу где перетаскиваем сюда изображение она загружается также здесь можно повернуть дальше выбираем тип на продажу например место положение я выбираю россия тут же подставляется новое поле город ульяновск естественно города заполните но адрес контакты не буду заполнять email и нажму сохранить пожалуйста видите все обязательные поля не корректно заполни поле контакты но вот контакт у нас обязательное поле ну просто заполнил его и нажмем сохранить у нас сообщение показано что объявление успешно добавлено и предупреждение ошибка у нас ругает что у нас google map не настроен это ничего страшного мы с вами его настроим позже вот смотрим цена фотография то есть добавилась щенок описание значит на продажу объявлений у нас есть дальше если я перейду на главное то есть мы видим что объявление у нас добавилось то есть я гость я не зарегистрированный объявление добавилось и как бы все хорошо то есть вот таким вот образом это у нас работает и по поводу еще одного момента смотрите я добавил здесь вот такие вот описания такие вот вопросики при наведении мыши на которые всплывают на русском языке некие описания я сейчас покажу как это включается потому что это полезная вещь для людей и соответственно вот с этим вот поработаем изображением с настройками переходим в настройки вкладка вид вот здесь вот показывать всплывающие подсказки на формах положение да включаете и тогда у вас будут такие вопросики с всплывающими подсказочками теперь с изображениями переходим на вкладку изображения вот здесь вот можете выставить максимальное количество ну то есть можете больше поставить у вас здесь указан видите лимит изображения 5 хотите лимит чтобы был больше выставляйте или смотрите что можно сделать например если я ставлю вот здесь вот 6 лимит бесплатных изображений то есть это уже на будущее если будут изображение дополнительные платные то вот здесь описание меняется максимальный размер изображения во-первых 1 мегабайт вот здесь вот выставляется максимальный размер изображения здесь можете выставить даже 0 3 0 5 мегабайта до 1 мегабайт выставляется также это сразу здесь показано размер чтобы слишком большие изображения не загружали лимит изображений 5 смотрите лимит бесплатных изображений 6 тут тогда надо поставить тоже вот здесь вот лимит 5 обновляемся и тогда лимит изображений 5 лимит бесплатных изображений 5 цена за дополнительные изображения то есть дальнейшем здесь можно будет выставить цену если человек хочет загрузить больше изображений то есть это очень классная вещь да там за каждую какую-то привилегию можно взимать символическую какую-то плату небольшую